Привет-привет, друзья! Вы смотрите канал UK English, с вами Елена Викторовна. Мы изучаем английский словарь среднего уровня. Это словарь синонимов. Мы подбираем слова близкие по значению, подбираем слова той же самой части речи, что и первое. Основное понятие, от которого мы отталкиваемся, сегодня у нас урок номер 31. Мы проходим английский глагол disagree, который переводится как не согласиться. Итак, помимо слова disagree, похожий смысл имеют такие глаголы, как differ, argue, dispute, contradict, а также есть антоним agree, то есть согласиться. Видим картинку, видим разные варианты мнения. Strongly agree – уверенно согласиться, agree – согласиться, disagree – не согласиться. И, видимо, тут было написано strongly disagree, то есть очень сильно не соглашаться. Итак, некоторые из слов, думаю, вам могут быть знакомы, некоторые могут быть новыми, но давайте посмотрим на толкование слов на английском языке, а также на примеры. Disagree means to say that you do not have the same opinion as someone else. Disagree означает, что вы сообщаете, что вы не имеете того же самого мнения, что и кто-то другой. То есть вы не разделяете мнение собеседника, you disagree – вы не соглашаете. В английском языке от глагола agree соглашаться можно образовать противоположное по значению слова с помощью отрицательной приставки dis, disagree – не соглашаться. We all disagreed with the chairperson. Мы все не согласились с председателем. Мы не согласились. We disagreed. Обратите внимание, что disagree – это отрицательный глагол, и второй раз отрицание в предложении уже не нужно. We disagreed – мы не согласились. They disagreed about what to do next. Они не могли прийти к согласию, что же делать дальше. Здесь надо подумать немножко. They disagreed – нельзя напрямую переводить. Они не согласились, что делать дальше. Они не пришли к общему мнению. They didn't have the same opinion. They disagreed. И дальше мы говорим по поводу чего же было мнение. about what to do next – насчет того, что делать дальше. То есть, видим, что disagree – либо напрямую не согласиться, либо disagree в значении не прийти к согласию, не прийти к одному мнению. Следующий глагол – это differ. Differ переводится как отличаться. Я думаю, что слово difference, как разница, вам должно быть знакомо. So, now let's read the meaning. If people differ, they have different opinions from each other. То есть, что же такое differ? Если люди отличаются, if they differ, то тогда они имеют различное друг от друга мнение. Different opinions – отличающиеся мнения. From each other – друг от друга. Our views on education differ. Наше мнение по поводу образования отличается. То есть, мнение противоположный. Our opinions are different. Our views differ. Their accounts on what happened differ in several ways. Их мнение насчет того, что произошло, отличается некоторым образом. Слово account имеет разные варианты перевода. Очень часто можно его встретить в значении счет, как банковский счет. Но в данном случае, account – это как мнение или, может быть, отчет. Думаю, что мнение – самый подходящий вариант. So, their accounts differ. Их мнения отличаются. Видим, что глагол differ используется после слов, которые являются синонимичными. Слово мнение. Opinion – мнение. View – взгляды. Accounts – опять же, синоним слова мнения. И говорим, что они – they differ. Они отличаются. Следующий глагол – это argue. Argue. Читается именно таким образом. Argue means to discuss without agreeing, often in a noisy or angry way. Argue обозначает, что вы что-то обсуждаете и не приходите к согласию. Часто это обсуждается в шуме и в какой-то нервной атмосфере. То есть argue – это спорить. Спорить. Когда вы не можете прийти к мнению, вы начинаете с пены у рта что-то доказывать. You argue. Вы спорите. They argued over the prices. Они спорили насчёт цен. She argued with the waiter about the bill. Она спорила с официантом насчёт счёта. То есть официант ей принёс тот счёт, который, как она считает, был неверным. So, she argued. То есть она не тихо объясняла ему, что там произошло. Maybe she spoke in a noisy way or an angry way. I could hear them arguing in the next room. Я слышал, как они спорили в соседней комнате. I could hear them arguing. Я слышал, как они спорят. Hear somebody doing something. Интересный оборот. Советую вам обратить на него внимание. Глагол в этой позиции будет использоваться с инговым окончанием. Итак, давайте повторим основное. Disagree – это не согласиться. Один глагол в английском. Differ – отличаться. То есть иметь различное мнение. И argue – это спорить. То есть когда вы пытаетесь что-то доказать в нервной атмосфере. Обычно криком или просто в какой-то агрессивной манере. Идём дальше. Глагол dispute means to say that you strongly believe that something is not true or correct. Dispute – переводится как спорить, но отличие от глагола argue в том, что dispute – это говорить, что вы верите, что что-то не является правдой, не является истиной, но вы это объясняете спокойно, в спокойной манере. Думаю, что слово dispute можно переводить как выражать разногласия или что-либо оспаривать. Вот, кстати, вариант оспорить, как dispute, довольно-таки неплохо оставим его. Я оспорил её версию того, что произошло. Видите, оспорить очень хорошо ложится в качестве перевода. Я выразил, что её версия является неправильной. Нечего спорить о том факте, что Сара – это лучший игрок. There is no disputing – нет смысла спорить, то есть нет смысла обсуждать этот момент. Dispute – можно использовать в значении обсуждать, вести дебаты, но здесь, в принципе, в данном описании такой вариант подразумевается. So dispute means to say that you strongly believe that something is not true or correct. И следующий, последний из наших синонимов – contradict means to say that what someone else says is not true. Противоречить – contradict – это говорить, что что-то, что другой человек говорит – это неправда. То есть вы противоречите ему, но с таким убеждением, что вы верите, что то, что вы говорите – это правда. They didn't dare contradict their mother. Они не осмелились перечить их матери. То есть даже если она была неправа, они этого не сказали. They didn't dare contradict. Но contradict – перечить – всё-таки более редкий вариант перевода. Обычно contradict – это противоречить. Вот в таком ключе используется данное слово. Но обращаем внимание на английский контекст. И антоним, друзья мои, как вы уже, естественно, догадались, это слово agree. Agree means to say or show that you have the same opinion as someone else. Agree – это говорить или показывать, что вы имеете то же самое мнение, что и человек. То есть ваше мнение сходится. Вы согласны. You agree. I don't agree with you. Я с тобой не согласен. Мы можем, кстати, эту же фразу перефразировать и сказать I disagree with you. Но можно сказать I don't agree. То есть в данном предложении agree – это самостоятельный глагол. Не согласиться. Мы формируем с помощью вспомогательного глагола do и частицы not. Но don't agree свободно совершенно заменяется на disagree. При этом смысл остается тем же самым. Итак, давайте еще раз повторим, что мы выучили. Disagree – не согласиться. Базовый синоним. Differ – отличаться. Ague – спорить на повышенных тонах. Dispute – спорить, но больше переводим как противоречить. Противоречить. И спор будет, скажем так, спокойный, ближе к полемике. Contradict – противоречить. То есть читатель говорит, что человек выражает неправду, человек сообщает неправду. И антоним – это слово agree – соглашаться. Довольно-таки интересные и полезные слова. И все они, что самое интересное, друзья мои, в ходу. Слово dispute может быть чуть реже используется, но оно в официальном английском встречается довольно-таки часто. Обращаем внимание, кстати, на ударение. Dispute – ударение идет на you. На этом, думаю, друзья, мы можем заканчивать наш урок. Занятие для вас провела Елена Викторовна. Канал OK English. Следите за новыми уроками в словаре английского языка среднего уровня. Intermediate vocabulary synonyms. В этом словаре у нас впереди еще очень-очень много уроков. Более 150 уроков у меня задумано по данной тематике. Следите за обновлениями. Желаю вам успехов и до скорой встречи, друзья мои. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...